сегодня пойду отправлять с деком вот эту красоту от он ford на такой туберозно-солоноватый я обсудил со своими мне все сказали что ну ты так не пахнешь то есть это приятно это круто они спросили что это но вот сказали ты так не пахнешь для москвы он через чур такой отпускной на мой взгляд она была высокая поэтому могла поднять камеру чуть больше короче идем с вами отправлять с деком там ford сочи мои дорогие всем привет вам канале поля полянская меня зовут полина я журналист и префмерный обозреватель и сегодня у нас внеплановое включение мне наконец-то выходной у меня появилось время появилось желание поэтому сегодня мы с вами будем перебирать ароматы если вы подписаны на мой телеграмм алмаз поле или смотрите мои шорты то вы уже знаете что у меня появились некоторые новые ароматы обязательно в ближайшее время будут обзоры это и новая вишня ford и новый ford fabulous и в целом у нас уже скоро осень честно говоря я безумно рада я знаю что многие переживают что лето закончилось у меня будет ролик про мои летние ароматы летние ароматы вы поняли потому что лето конечно было в этом году интересное да такое странное жарко дождливо душно непонятное и поэтому моя подборка тоже будет странный и непонятный но осень это мое самое любимое время года у меня день рождения и в целом я очень люблю погоду мне нравится весь этот вайб и я обожаю осенние ароматы потому что когда еще как не осенью поливаться табак ваниль хотя не табак ваниль я люблю зимой у вас черри я люблю зимой у меня просто так стоит он у меня просто стоит и при этом когда я им пользуюсь он меня очень расстраивает и я грущу а не хочу грустить лишний раз поэтому наверное тоже надо продать хотя и обзора не было честно говоря на этот мисс наверное сначала я запишу обзор и потом я его продам дальше ну вот так вот стоят теперь мои ароматы от киля но это вообще неудобно потому что я хочу все-таки вернуть свой островок ароматов киля ну потому что это один из самых моих любимых брендов правда сейчас самый любимый все-таки tom ford и вот этот аромат это конечно восторг хочу вам напомнить про мой промокод 10 поле в интернет-магазине парфюмерии косметики рендеву там сейчас большая распродажа скидки до 50 процентов приятные цены на арома бокса приятные цены на миниатюры у меня есть для вас промокод 10 поле он действует при покупке о двух с половиной тысяч рублей и суммируется со всеми скидками на сайте в инфобоксе я оставлю ссылки обязательно заглядывайте там есть информация и про меня и там как раз таки я пропишу название своих самых любимых ароматов хотя думаю что вы так это уже все знаете на рандеву с моим промокодом 10 поле можно заказать killian good girl вы знаете как я люблю этот аромат killian angel share ароматы tom ford там даже лилобо есть флорайку поэтому обязательно во-первых загляните в инфобокс и во-вторых не забывайте про мой промокод 10 поле мои какие-то отливантики пробнички это тоже надо разобрать я как-то нанесла на себя позавчера что ли дьявольскую интригу я чуть не задохнулась абсолютно не мой аромат и слава богу я его не брала потому что но это просто это это не мое я задыхаюсь меня всюду а тот же например за дик вольтер из из хор нравится мне гораздо больше и там и там сандал и вот здесь тот сандал вообще я люблю эту ноту тот сандал на который я согласна очень мягкий на мне классный кодовый аромат вот эти флакончики которые я покупала у меня оказались не то что прям очень актуальными потому что в любом случае я люблю брать собой флаконы и честно говоря да мне нравится именно доставать из сумки какой-то флакон и наносить на себя аромат давайте быстренько обсудим боди мисты на самом деле я ими сейчас крайне редко пользуюсь но здесь у меня остались самые самые любимые и один вот их двоечник но двоечник он только для меня я знаю что многих причем у тех кто любит например бакару и сандал 33 это тоже любимая мать я не понимаю честно вот ну короче это я скорее всего продам там мои арматы то ли секрет это не знаю сейчас бы я наверное не покупала но когда-то я прям кайфовала и видно да что я им пользуюсь пользовалась мид найт блум почему-то многие сравнивают с бакарой ни разу не бакара я думаю что все таки сделаю обзор потому что вроде бы эта тема вам интересно мид найт блум у меня есть у меня есть рождались несколько дата стану не страш тоже очень такая приятная водиться на самом деле у всех этих поди мистов один и тот же очень чистые очень легкий такой максимальный девчачий вайп я обожаю им пользоваться летом хотя этим летом ни разу не пользовалась и обожаю им пользоваться дома дома да это правда после душа увидите там чем-то набрызгаться раш очень приятный не совсем в моем стиле но прикольно ладно пойдет пьюли седакшен это вообще мой самый самый любимый арматы который секрет я уже говорила скажу еще раз нужно было брать его во первых них не в блестящем варианте потому что вот эти блестки ну во первых я должна вам сказать что на них может быть аллергия и в целом вот эти пути мисты я помню я пользовалась нон-стоп а у меня был не привозили из америки пьюли седакшен тогда у нас вроде бы вообще не было виктория секрет или был какой-то один и это было супер популярно и чувствовал себя самой крутой девчонкой в школе вот и у меня потом чесала шея бэр ванила это мой уже второй предыдущий у меня полностью закончился я им пользовалась наверно когда училась курсе на втором и я прям кайфовала very sexy night это как раз таки то что я покупала перед самим закрытием и очень грустно я думаю боже надо надо взять побольше на там уже почти ничего не осталось увидела его в какой-то подборке в тик токе у кого-то в блоге прямо боже мой как вкусно реально какое-то время пользовалась тоже когда училась еще училась я помню вам про него рассказывала может быть не очень подробно что это звучит как вот ароматы гучи то есть самые классические такие ароматы которые были например у бренда в начале века может быть там тысячи десятым еще единственные такие вот тяжеловато какие-то древесные вот сюда в принципе приятно прикольно тоже не могу представить что я сейчас им как-то пользуюсь что и кажется им пользуюсь позиумистом но ладно пусть он будет вот эти вот малыши самый мой любимый пьер седакшин правда самый крутой аромат он для меня просто звучит чисто немножко сладко классный правда хороший и помшел вот хотела себе классический бомшел у меня был такой парфюм он закончился у меня был body mist он закончился я даже дарила и мне кажется самый крутой аромат в бренде вот немножечко в стиле пьер седакшин немножечко в стиле very sexy night но не такой прям дамский если вы понимаете о чем я вот но он там оставались только удовый я буду круто он честно вам могу признаться когда я стала уже вести блог парфюмерный да и стала как-то постоянно читать и слушать и пробовать разные ароматы и прокачалась в этом плане я поняла что вот абсолютно ни разу не моя любимая нота и вот то что мне там казалось раньше ой если слышал звон да не знаю где он ухт как классно как вы там восточно сложно нет это абсолютно не мой вайп вот поэтому ароматы судом я не люблю но это неплохо это неплохо но опять же это не не задориста не весело это такого достаточно плотный грустный аромат и как-то он у меня до сих пор стоит возможно стоило бы и продать но как-то рука не поднимается вот так что это те будемисты которые у меня остается некоторые я уже подарила что-то думаю отвезу на дачу дальше моя вот это вот корзиночка которая вечно стоит я не пользуюсь а мои миниатюрки joe malone значит откуда они у меня english peer и моя любимая черненькая мира тонко мне дарила настюху это был подарочный набор все остальные joe malone ударили в золотом яблоке у меня было два пиона один я подарила аромат к слову абсолютно не мой писала про него в алмаз поле телеграмма в москва ли подписывайтесь он такой цветочно замшевый да что собственно не удивительно потому что аромат называется пиона и замша и вот это замша она знаете что как это звучит это звучит как например классический мисс диор в которой капнули будто вот немножко чего-то такого непрозрачного то есть вся вот это какая-то летящая история она приятно достаточно утяжеляется как раз таки чем-то вот таким плотным все равно получается очень легко в целом неплохо но на себе я его не очень люблю все-таки english peer and phrasy от мне сам аромат из классической линейки joe malone значит дьявольская интрига я ей так тихо не падай я ей не пользуюсь хотя нормально так отпила ну потому что я вот думала брать не брать это оригинальный от левант нет нет очень плотный аромат и при этом неприятно на мне плотный то есть он прям кричит орет вот этот сандал этот османтус я честно не знаю куда мне деться и я хочу его поскорее смыть ох моя любовь это очень грустно это реплика by the fireplace кстати надо посмотреть может быть он есть на рандеву by the fireplace один из моих самых любимых ароматов и когда я вам чуть позже покажу еще раз всю свою коллекцию к слову обновленную там есть и нормат лунфилин я про это рассказывала который похож на реплику но реплику я все равно люблю больше я берегу вот этот вот вот этот вот пробничек он классный да он не особо стойкими как-то вроде бы знаете носила его с собой и пользовалась и это вот реально так пахнет очень приятный и особенный период в моей жизни аромат однозначно нужен буду искать дальше такого так ливантик это флорайку и че все еще один аромат который мне не подошел не понравился diamond in the sky для меня это не бакара я чувствую конечно улавливаю да вот эту связь и понимаю что ароматы похожи но все равно я здесь слышу какие-то лекарства я здесь слышу даже не сколько бинты или что-то такое сколько витамины знаете как аскорбинка или какие-то витамины которые там нам в детстве давали как он назывался мультитапс или что-то такое и мне это не нравится то есть это видимо вот эти фрукты и когда они уже высаживаются на моей коже да получается красиво да потому одежда приятно пахнет но все равно я как-то не кайфу когда им пользую хиллиан принцесс ну что здесь можно сказать купила когда думала что килиан уходит когда кайфовал от этого аромата я им сейчас абсолютно не пользуюсь продавать точно не буду потому что мне это дарил папу потому что это снятость потому что это один из таких первых серьезных селективных ароматов этот шарик вы сейчас не купить вот это ну честно я вроде бы нашу с собой иногда потому что он такой маленький удобный он приятный и в принципе он такой немного бесхарактерный не конфликтный и его можно там добавить к какой-то оставшиеся на моей коже от другого аромата вот к этой базе там можно его добавить будет симпатично потому что но есть ароматы которые неприятно добавлять когда на тебе что-то было до этого вечером на когда захочется обновить аромат этот в принципе не конфликт но я не хочу его добавлять в общем не знаю не знаю мира тонко это я очень люблю но джо малон почему у вас нельзя вот эти флакончики заполнять как у килина это было бы суп удобно я пыталась отключить у меня ничего не вышло и поэтому я берегу это у малыша а так вот его носила собой потому что аромат обожат значит портрет леди фредерик маль у меня была распаковка я об этом аромате мечтала я думаю что боже мой да наконец наконец-то я нашла что-то что настолько же сложно как знаете вот моя душа и вот такое вот многогранное и вот все такое на деле я этот аромат ни разу никуда не носил вот ни единого разу а когда у меня был отливан да я им пользовалась у меня и отливан не закончился сколько там полтора миллилитра у меня он фактически полный а здесь наверное миллилитров десять я думаю да и я еще думаю брать флакон вы можете себе представить меня поставил фредерик маль портрет леди 50 минут но на самом деле я могу вам сказать что возможно вы меня поддержите возможно и нет что мне правда очень важен сам флакон то есть возможно мне не очень нравится вот этот фотоформат хотя он неплохой и вроде бы можно там купить еще такой красивый магнитный атомайзер но я этим не занимаюсь аромат шедевр я до сих пор считаю что это самый красивый самый сложный самый дорого звучащий аромат моей коллекции но я не могу выносить очень крутой аромат этого его я называю бренд так 001 который для женщин мягкий классный сандал я его себе уже почти заказала но это прям вот клон поэтому если искали что-то подобное присмотритесь я вообще хочу потестить вот эту линейку парфюмерного его потому что столько крутых ароматов судя по пирамидам мне прям очень интересно аромат всегда приятно обновить поэтому вот эти вот всякие travel версии миниатюры я это прям очень-очень люблю и ношу с собой постоянно ну что по классике я разложила все свои ароматы на кровати вот так вот выглядит моя коллекция вы можете поставить видео на паузу я еще покажу с высоты птичьего полета что называется но вот они все мои флакончики а значит давайте пробежимся быстренько я вам расскажу чем я пользуюсь чем не пользуюсь особенно кажется новым подписчикам это будет интересно и в целом я люблю время от времени вам рассказывать как обстоят мои парфюмерные дела прады кэнди и прады флорель да да еще раз да праду флорель я повторил у меня когда-то такой аромат был еще куда я училась в школе и я прям кайфовала на самом деле мне его дедушка случайно привез из франции я заказывала праду кэнди все знали что я пользуюсь прады кэнди но он перепутал в duty free вот и убеждал меня что это тоже самое я говорю да не то же это самое в москве тогда его еще не было короче я в итоге были он у тебя весь флакон обожала он у меня закончился как-то пришла на другие ароматы и тут увидев его на рандеву я поняла что надо взять надо взять тем более что вроде как это снятость но и вот и когда я узнала что это снятость я поняла что зачем мне искать какую-то красивую карамель в селективе когда я уже нашла самую идеальную карамель это правда карамель бензоин что-то еще обожаю видите нет половины этому флакону уже очень много лет но мне однозначно нужна запаска не знаю 8 либо 50 либо 30 миллилитров чтобы все-таки могла носить с собой либо 8 80 будет стоять дома молекула здесь все понятно я очень люблю у меня 0 1 с ирисом и 0 2 с центр это прям моя такая база 2 шанельки шанель фреш реже использую и в целом наверное может быть могла бы и продать но пока не хочу потому что в принципе да непонятная ситуация с этим брендом пусть пока останется а мисс dior такого трапичный я обожаю и рекомендую вам всем присмотреться у меня уже нет половины это флакончик 30 миллилитров однозначно не буду повторять наверное возьму в большем объеме black опиум это у нас black опиум версии экстрим самый красивый из тех что есть сейчас на мой взгляд самый такой интересный интенсивный классный у меня флакончик 30 миллилитров я им практически не пользуюсь вот а потом le petit robe noir это у нас парфюм тоже я сейчас на самом деле его не использую выходит не знаю продавать не хочу потому что этому флакону много лет он уже настоялся и тут получилось очень красивая засахаренная черешня ничего похожего в коллекции нет несмотря на то что есть вишни форда и теперь не одна но все равно этот аромат звучит очень красиво очень благородно и ну короче он остается остается в моей коллекции я им сейчас особо не пользуюсь а дальше мимо winter palace это аромат который я очень люблю но почему-то редко использую мне он нравится на себе и очень нравится как раскрывается на мужчину чем здесь есть кое-какие парные ароматы я сейчас не в отношениях но тем не когда мне появится молодой человек я буду с удовольствием душить его не только терз уважен но еще и ароматами который на мой взгляд может использовать до пара вот этот аромат не очень нравится как раскрывается на мужчинах классный но и на себе его тоже очень люблю а вот сэйс салт от джо малон не могу сказать что мне он очень нравится у меня его он уже практически закончился то есть на самом деле его бы надо доиспользовать повторять точно не буду мне вообще как-то дно тошнит и честно говоря вот но в моменте он очень нравился когда покупала я прям пользовалась кайфовала думаю не нужно уточнять что аромат абсолютно не стойкий но за счет небольшого и удобного формата его приятно обновить в течение дня это у нас селена декюм пользуюсь крайне редко кажется вообще ни разу даже никуда не выгуливала но он у меня относительно новый появился знаете когда появился наверное весной но он был как-то не в тему поэтому я сейчас жду наступит осень и я смогу его носить 1899 моя обновочка вот этот аромат я продаю отдельно в конце видео покажу что продаю этот мне понравился аромат называется химингуэй почему-то на флаконе вообще ничего про это не написано и в золотом яблоке в золотом яблоке вроде бы написано я покупала его там на каких-то скидках и не подают объем он классный значит аромат похож на что на молекулу совсем чуть-чуть похож на джипси блоки совсем чуть-чуть и похож на мимо в интернете что-то такое цитрусовое но классный немного молекулярные легкие прикольные кажется мужчине тоже будет красиво две бокары я люблю больше ту что слева это классика это еще бакара старого разлива скорее всего хотя она мне появилась когда я училась на первом курсе где-то пять лет назад обожаю у меня уже практически ничего не осталось ну как вот вы видите я этот аромат честно берегу потому что сейчас девочки написали что бакара у них вообще ничем не пахнет это бакара в экстракте я ее покупала в золотом яблоке это видимо новая бакара не могу сказать что меня нравится могу сказать что мне нравится как то вот тоже я ее еще не выгуливала потому что у нас очень быстро наступила жара потестирую осенью потестирую зимой и буду надеяться что мы подружимся в любом случае не буду ей пользоваться лила бон и надо 13 что у нас здесь хватило в петербурге если вдруг вы пропустили мои влоги из питера обязательно посмотрите я там про это рассказывал плюс у меня есть видео с моими покупками что же я приобрела в питере плюс у меня есть обзор новинок и вот кстати здесь тоже будут обзоры ароматов и потом я выпущу обзор новинок чтобы знаете вот окончательно так обмусолить обсудить что же вот у меня появилось как-то закрепить здесь у нас аромат около бакарисы на мне не особо стойкий честно говоря но летящий классный и вот например на моей сестре мне очень нравится как он звучит может себе подарю хотя здесь написано для полины но ей точно будет все равно вот не знаю даже что сказать нормально так отпила ладно я не пью ароматы нормально использовала просто потому что в питере поливалась и вообще его на себе не слышала сейчас он постоял примерно месяц и стал лучше исключать шабошка если вдруг вы не знали как правильно произносится этот бренд это шабо хотя я когда пришла в риф гош была уверена что он называется чабаут значит это у нас бисквитное молоко покупала в риф гоше по какой-то очень приятной цене там были скидки был промокод не могу сказать что это какое-то мое невероятное парфюмерное я но иногда очень редко появляется желание пахнуть печенькой на самом деле я просто очень хотела себе какой-то вот такой аромат смотря на то что я гурманнику не люблю и в принципе мне кажется по моей коллекции понятно что он ну не знаю короче не фанат я гурманник и не очень люблю там пахнуть молоком кашей печеньем конфетами у конфетами ладно еще еще ничего но вот почему-то очень не хотелось к себе в коллекцию хотя бы какой-то одну шабошку еще очень хороший там есть аромат с ванилью он прям пахнет коровкой и какой-то еще со сгущенкой вроде бы тоже классно от киллиан у меня есть black phantom rollin love woman in gold love don't be shy хорошая девочка killian angel share и еще мне есть killian princess собственно killian love это жвачка это жвачка тути фрути я нормально так уже отпила на самом деле надо будет протереть фокончик потому что какой-то он замусоленный а woman in gold это очень красивая привет 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 какая woman in gold это очень красивая ваниль на мне мне даже папа сказала что вау как подходит этот аромат то есть поначалу я тоже слышу герайн но потом она уходит и появляется ваниль очень красивая как знаете даже ваниль и вот пахнет как конфетки скидлз до rollin in love про этот аромат я вам как-то в попыхах рассказала мне тоже он будет в таком подробном обзоре где мы обсудим мои новинки тоже надо будет протереть флакончики это очень туберозного кто не такой уходовый аромат на мне в принципе симпатично но пока ничего не могу сказать потому что это ароматы новые я их еще никуда не носила black phantom это любовь это один из моих самых любимых ароматов в коллекции это моя парфюмерная я это вообще моя большая любовь который я пользуюсь крайне редко потому что я сама не знаю почему не как-то его то некуда носить то мне кажется ухода слишком нарядный но вот когда есть мероприятие когда какая-то знаете вот важная встреча или там вот день рождения опять же или у кого-то какой-то праздник в общем black phantom это вот один из таких моих самых любимых ароматов но при этом на каждый день я его каждый день я его не могу носить потому что как-то мне кажется там либо я себе это придумала либо я себе это придумала мне его подарили на день рождения я очень желаю этот флакон возможно это все придумано а киллиан хорошая девочка это наверное самый неожиданный мой киллиан лав я хотела потому что это рианна вуман инголд может быть вуман инголд самый неожиданный но вот киллиан хорошая девочка почему-то мне казалось как-то не мою но потом я попробовала и я влюбилась это мое парфюмерное я я много раз говорила что это аромат которым с которым меня уже многие мои близкие люди мои друзья ассоциируют потому что я им одно время постоянно поливалась а сейчас меня от него ну так чуть-чуть уже как-то я от него подустала не буду говорить что меня от него тошнит а потому что здесь правда тошнит я не знаю почему здесь подустала вот честно подустала думаю надо сейчас будет немножко постоять отдохнуть потому что я его и в питер обрала кстати в итоге питер для меня теперь пахнет киллиан лав брала с собой в питер до этого пользовалась летом вот как он у меня появился зимой так и им и пользоваться тоже нормально от пила в данный момент не пользуюсь аромат от в общем-то загадочного стефан лука да надо было вообще узнать как произносится я его называю в блоге из hl собственно так мне кажется удобно для кого сокращают бог огня что у нас здесь здесь у нас манговая бакара меня налетели в комментариях ну ладно наверно был один какой-то комментарий что вот откуда вы здесь слышите бакару ее здесь нет она здесь есть я здесь слышу бакару я этот аромат знаю я его очень люблю берегу и это тоже кстати моё одно из моих таких стабильных парфюмерных я но это то с чего я начинала я им пользовалась реально круглый год ну вот поэтому здесь бакара и плюс фрукты он очень комплиментарный когда я его носила весной у меня все спрашивали что это за аромат потому что настолько он классный сейчас я им не пользуюсь потому что мне кажется для лета он слишком громкий для осени он кажется мне слишком ярким зимой я вообще не очень люблю такие фруктовые какие-то ароматы поэтому для меня это исключительно весенний аромат если я очень редко делю ароматы на сезоны вот но все равно у меня такое есть да возможно это что-то из прошлого потому что насколько я знаю сейчас не принято делить так ароматы я все равно делю все равно что-то очень сладкое для меня всегда это больше осенне-зимний период и что-то более легкое там ты знали это вот этот аромат нравится мне весной возможно попробую носить его не знаю осенью но у меня есть более любимые осенние ароматы в теории наверное даже могла бы его продать у меня и коробка сохранилась но не хочу кильян энджел шер ох уж этот кильян ох уж этот энджел шер что я могу сказать аромат не моё парфюмерное я при этом он звучит так как мне нравится но знаете создается впечатление что он мне нравится просто то есть не на мне ни на ком другом я его не слышала поэтому не могу сказать нравится ли он мне на других на себе вот как будто не очень однозначно не хочу продавать потому что это кильян кильян я очень люблю и вот недавно я его слушала мне даже показалось что вот он мне как-то стал больше нравится будет сейчас осень потестирую посмотрю кильян всегда можно продать поэтому если вдруг вы хотите какой-то аромат у вас есть возможность там кто-то предлагает привезти подарить где-то увидели вон их по хорошей цене да на скидках и вы думаете брать не брать и реально есть возможность взять возьмите потому что потом всегда кильян можно будет продать и в общем то вы не проиграете вот но скорее всего вам понравится и вы просто потом будете скупать все ароматы этого бренда он коньячный возможно меня это смущает потому что я с алкоголем сильно на вы и мне кажется я ни у кого в принципе не ассоциируюсь там тем более уж с коньяком да и не с какими другими в общем-то напитками подобными поэтому как будто это немножко не моё и вообще вот к алкогольным ароматом я очень спокойно отношусь в кильян блэк фантом наверно тоже есть но нет понятно что вишни есть но вот здесь это прям чувствуется теплый алкогольный аромат перец амбра нероли этот аромат я очень сильно люблю я бы даже могла сказать что это моё парфюмерное я потому что он правда супер очень классный для меня такой пиджачный тоже серьезные ни на ком ни разу где я его не слышала мне кажется да не помню не встречался у меня хотя вот многие говорят что прям по пса по псой и стыдно вообще держать такое на полке да но я не встречала ни на ком вот и в моем окружении тоже этим ароматом никто не пользуется люблю задик вольтер обожаю это одно из моих вообще самых удачных приобретений я его была в литуале а по-моему в слепую и не была знакома как-то мельком с этим ароматом жалею немножко что взяла именно 30 миллилитров потому что все таки все таки да учитывая то что сейчас люк стоит дорого и в принципе некоторые люксовые ароматы очень сложно найти например гораздо проще найти там black phantom чем килиан килиан black phantom чем задик вольтера тыс и скал поэтому я бы наверное предпочла все-таки держать в коллекции какой-нибудь флакончик побольше но я была его по очень хорошей цене он был на очень большую скидки джо малон у меня раньше было больше ароматов от этого бренда сейчас остались только мира тонко и и инглэш пиа и фрейзи что могу сказать мира тонко это любовь это еще одно моё парфюмерное я я вообще не могла поверить в то что что-то может так пахнуть что есть такой аромат для меня это что-то из детства какая-то пена для ванны или вот какой-то гель в общем он очень классный очень мне нравится инглэш пиа и фрейзи и сейчас я особо не пользуюсь у него такой вот рифлёный флакончик но он нравится абсолютно всем моим близким не все сказали ты что это же ты ты во флаконе ну конечно это уже не я во флаконе но вот у меня пока что он остается в моей коллекции хотя пользуюсь я и крайне редко что было дальше дальше во первых аромат between the trees которым я сейчас не особо пользуюсь рассказывал вам что он какой-то невероятным примерно я честно наверное даже в теории могла бы без него обойтись подавать точнее буду потому что я его люблю очень красивая там азер с собой но не знаю сейчас вообще не пользуюсь ангел новый миллер эти 30 миллилитров это аромат который сейчас не найти и и аромат который просто невероятно спрайт комплименты он очень стойкий один пшик на три дня вообще супер спокойно можно на сто лет хватит мне очень нравится флакон и я знаю что у многих он есть в коллекции tom for lost cherry это моя большая парфюмерная любовь это аромат который а для меня скорее не типичный наверное потому что здесь вишни по сути такая вот монотонная вишня но это настолько красиво это настолько классно что да я влюблена я в восторге мне очень нравится этот аромат но конечно моя душа вот все-таки скорее пахнет вот так чем lost cherry ну и плюс когда ты знаешь что у всех подряд пахнет душа именно lost cherry конечно хочется как-то выделяться ведь это тоже очень популярный аромат но во очень многих подборках часто встречается именно tom for lost cherry с этим ароматом точно не получится быть индивидуальными хотя опять же в моей компании да в моем окружении этот аромат есть только у меня повезло экс-нила флёр наркотик это большая любовь я долго сопротивлялась я долго говорила что нет я это не люблю потом он у меня появился я запойно его носила потом я снова его запойно носила потом я брала его с собой в отпуск это большая-большая любовь амуаж у меня был амуаж саншайн я его продала потому что я вообще не могла это носить все слышат персики я слышу запах знаете вот такой губки для обуви и кладовки в квартире магии бабули я вообще не могла избавиться от этого чувства но мне та еще барахольщица но в кладовке всегда очень приятно пахло чем барахлом и вот вы представляете данный наношу я на себя аромат амуаж саншайн который я купила вслепую и пахнут этой кладовкой и губкой для чистки обуви мы очень долго смеялись в итоге я его с легкостью продала потому что тоже сейчас на него цена запредельная естественно я продавал очень дешевле и я в принципе брала его по хорошей цене вот ну а маша митейшин этот вот это я не раз он почему потому что он у меня появился зимой зимой вместе с ними не вы подарили на новый год у меня появилась лос черри и я заполи носила вас плюс это очень плотный аромат это очень я бы сказала аромат выходной аромат а для мероприятий для каких-то встреч а я вам рассказывала что зимой было немного потому что мы все болели вот но это очень зимой я справишь его носить вот этот аромат вот он форт сейчас мою главную парфюмерные я жду когда немножко спадет жара и справишь его тоже запой наносить потому что это невероятная красивая лавандовая миндальная история на мне это вот вот все что я люблю это немножечко мира тонко немножечко и black phantom хотя я не слышу здесь ничего похожего мне написали в комментариях что что-то общее есть обожаю вот это вот я комфорт и баконире кстати тоже очень очень сильно люблю ну вот здесь там все как надо и флакончик еще черный для тех кто не знает у меня какая-то огромная любовь к черным флаконам я обожаю вообще черный самый любимый цвет дальше переходим более легким ароматом я надеюсь что я не забыла и вроде бы так мне кажется здесь я про все рассказала здесь арианы гранды вот с этим помпончиком пользуюсь крайне редко появился недавно был обзор на все ароматы арианы гранды ко мне тут еще очень простые очень простые такие сладкие девчачьи вот этот вот вива джуси вива ленуар у меня тоже есть и у меня есть мой самый вивали джуси который все вот он практически закончился я думаю что я буду его повторять потому что для меня это аромат чистоты это аромат свежести это аромат беззаботности такой знаете немножко в стиле нулевых вот в стиле парис хилтон так пахнет джути-фри так пахнет и такой вот костюм джуси кутюр да фельветовый или из чего-нибудь короче это очень классные такие легкие девчачьи ароматы такое настроение у меня бывает крайне редко например вот сегодня я вот в этом аромате далее там фортабак ваниль это моё стопроцентное правомерное я будет обзор новой вишни атомайзера флоральку мантали значит у меня есть ролл вас маска мой самый любимый солнце капли которым я пользуюсь реже честно говоря он перестал мне нравится не знаю почему там мой шарик или он принцесс сэмшелл инстинкт который я обожаю очень классные бакарас проливные крутой немножечко в стиле джорджо армани си а мои ароматы от арианы гранды и не пользуюсь крайне редко любимейший сантал 33 и не пользуюсь часто очень люблю лун филинг как раз таки копия файл пейс на пайл файл пейс я люблю больше леди бланч от бенхальгон использую крайне редко сама не знаю почему вроде бы мне нравится аромат но вот-вот не пользуюсь hfc wrap me in dreams хорошая вишня атомайзеры gillian gypsy water использую редко он неплохо можно было бы кстати продать но не знаю даже tom ford черная орхидея я обожаю мои туфельки от carolina herrera я очень сильно люблю black afgana это тоже моё парфюмерное я нравится мне теплую погоду ну естественно соблюдая адекватную дозировку и в холод бонбон остатки не пользуюсь сейчас джену даже не знаю что с ним делать и аромат который я решила продать это у нас 19 69 от истуах дэпах вам не мой томми айоми честно говоря тоже бы продала но пока сомневаюсь потому что какая-то супер-бупер линитка ну что как то так давайте с высоты птичьего полета покажу вам все 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 флакончики вот если вам интересно вы можете сделать скрин посмотреть еще раз в каждом теперь мне нужно протереть как-то по-новому расставить начинается самое интересное у нас уже новый день всем привет вот так вот я расставила по-новому ароматы я прям кайфую во первых здесь снова буква п давайте представим что это все-таки группа во вторых мне очень нравится что у меня здесь есть островок бренда killian я обожаю бренд killian и здесь как бы тоже вот angel шея который я не особо люблю но мне нравится в сочетании с флакончиком от tom ford здесь мой островок tom ford туда можно было бы поставить новую вишню но она мне во-первых не очень понравилась а во-вторых я хочу чтобы молекула стояла на первом плане мне нравится что мои туфлики от каролина эреры стоят по центру да невозможно не где-то здесь но тоже под рукой и в целом все ароматы под рукой мои мантальчики roses mask и essential instant там солнце капли потому что когда я им пользовалась крайний раз я чуть не задохнулась я не знаю почему мне очень нравится что виден дракон и вот правда когда он стоял раньше где-то здесь на первых прикрывал другие флаконы его никогда не было видно а так вот я сразу на него смотрю и радуюсь там же мой лунфилин там моя змейка и пинхолегон тоже я его вижу здесь джипси-вотер некоторые люксовые ароматы у меня больше нет островка с люксовыми ароматами потому что мне перестало нравится делить именно на вот селектив нишу да и на люкс учитывая то что я очень люблю например вот этот ангел новой и за дик вольтер тоже очень классный правда то есть у меня остались реально самые любимые люксовые ароматы и я ими тоже пользуюсь вот здесь у меня не видно за санталом дюрчик стоит тоже можно было бы его поближе поставить но пока ладно пока так думала вчера еще продать может быть то не айоми но решила нет нет пусть остается это вообще какой-то считается парфюмерный раритет ну конечно почули меня там душит но все равно пусть пока остается в любом случае самый любимый аромат и будем честны они вот 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 они вот здесь мантальки тоже мы в мешочках как-то так с вами была я поля полянская до новых парфюмерных косметических встреч всех люблю жду в телеграме амаз поле